вот как видно как видно за видео было яма уже и как бы как бы я как бы вот она никуда не делать было плавно уже на видео она такой блямбой не торчит то есть ее разбил вот а на самом деле тут очень большая плавная вмятина приличных она размеров где-то ну чуть поменьше спичечного коробка вот еще и надо более план вот эти края по выгладить а потом потеку поддавила внутрь крючочком она выйдет на место если сейчас ее выдавить вот эти края кромки она будет гора машук знает о чем я говорю на этикетках изображают вот такими загауленными будет яма внутри вулканчик внутри еще одна яма и нафиг надо и потом это долго и нудно надо будет металл разглаживать и они поэтому не торопимся еще раз пробиваем вот эти кого такие вот надо их более плавными сделать ты тогда все нормально выйдет вот еще раз покажу издали здесь в этом месте вот прям вмятина видно было вот допустим здесь она отчетливо видно да вот хотя уже здесь тоже чуть под пробей под заглажена вот а здесь уже она так радовается вот о чем я не говорю видная порция киношки я тут немножечко приклеился вот в этом месте от видно чуть больше выдернул чем надо было надо забить ну вот решил я немножко клеем по поработать чуть клеем решил вот опять же раз возьму вот эти крючок попробую ими как они в таких вот говорится работают условиях хорошо ли плохо ли вот сейчас просто ради интереса взять и туда его взять и чё вот так вот никто не то ладно сейчас будет длинный возьмем с длинным таким носом обалдеть она дышит я на него давлю она прыгает туда-сюда а выходить не хочет то есть крючок но немножко немножко не тот она вот просто дышит я играюсь уже нет ни туда ни сюда казалось бы да вот на скручивание вот таким ни фига тут удобней а крючок работает вот так то есть вот этот крючочек вот я работаю вот его видно заходит и эффективно довольно таки блин чтобы снимать вот мы видим да эффективно вот он работает таким образом помаленько помаленько и вот очередные там метр-полтора потихонечку помаленько помаленько выходят наверх так что вот методом проб и ошибок но опять же стараться надо чтоб ошибки были поправимые вот не доводить до того когда уже некуда деваться но в данном случае здесь вот и на видео видно что вот в этом месте вот это уже прям сильно как бровь нависает его надо сгладить более плавным сделать то есть это мы берем продолжаем короче работу уже как бы можно сказать процентов 50 сделано ну так сделано на сырую на скорую как говорится не выведена но тем не менее поднято 50 процентов вот это вот в мятинке и надо продолжать дальше то есть вот разворачивать здесь металл на более плавные так сказать моменты и потихоньку доставать вмятину я почему не делаю все потому что где-то я больше поднял а где-то меньше где-то металл напряжен где-то меньше и поэтому по чуть-чуть как бы все выглаживаю не на чистовую вот мы видим не на чистовую а кое-где по марочке оставить где-то рубчики где-то что-то потому что все тут взаимосвязано можно где-то красиво и будет хорошо плохо хорошо плохо хорошо плохо хорошо плохо плохо поэтому все плавно поправляется так более эффективно и более хорошо ну я так заметил получается вот явно видно шишку куда-то надо будет девать значит надо будет чуть здесь поднять чуть здесь чуть сюда 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 металл попытаться перераспределить вот я говорил много и долго если вы поняли что я хотел довести то это хорошо следующий этап работы я так плавненько все стараюсь снимать показывать чтобы было видно мы видим что вот тут еще у нас вот такая вмятина плавная здесь здесь еще но потихоньку все разворачивается то что было вот вот так вот так здесь огромная вмятина была здесь тоже такая как бы неприятно а здесь плавная она руками прекрасно ощущается если вот шпаклевать шпаклевать надо было бы вот так то есть вот тут такая яма она вот я попытаюсь ее снять ну как бы здесь это вал а здесь идет идет потом раз вот так вот в этом месте ровно скажем так потом опять пошел то есть вот это место еще надо натягивать тут наоборот вот вмятина и рядом шишки вот же шишки вот эти надо разбивать делать и более тоннами либо крючком либо клеем когда как удобно доставать до нормального состояния далеко то есть вот здесь еще вмятина она видна вот этот овал который здесь надо будет надавить чтоб овал соблюдался вот ну а пока что вот самые глубокие места надо доделывать вот поехали дальше вот она наша дверка да вот они меточки у нас от сих до сих у нас было процарапано и отчетливо видим мы только вот одно вот место остальное теряется хотя это всем так видны еще вот здесь вот 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 она вмятина такая плавная очень плавная и так далее вот ее видно все таки слабенько но видно тем более в лампе и я это все вижу я стараюсь как бы сделать аккуратно вот не всегда может быть у меня его получается но я стараюсь так вот сейчас вот эту вот нам надо доделать она самая глубокая как бы на этом участке вот поэтому и вот сейчас разбил еще еще чуть-чуть и и вот так видно да и так и вот она более плавную сделать потому что вот эти уступы которые виднее будут мешать ее красиво поднимать поэтому смотрим так так она имеет как бы не значит на ровную форму и грея прогревая фельд плана разбиваем края и и потом будем поднимать я уже вот а еще вот таким крючком он довольно острый я вообще острым работать там кстати я не сказал там еще и шумка есть но я потом покажу работать приходится еще и под шумку залазить вот ну что делать не всегда всем легко и красиво дашь надо и по трудиться чуть-чуть сейчас мы греем разбиваем и вынимаем чтобы вот так вот и и было не видно а потом уже конечно будем гонять тут нет он был ровным красивым соблюдался вот это овально которая здесь вот есть у нас вот чтобы все было ровно и так и так в любом поле зрели не то есть и вот так она смотрелась и вот так так и вот так и так и так и так то есть во всех или стороны надо как бы провериться где надо что-то поднять где надо что-то за а пока что вот то что видим и вот вот эту вмятину надо припнять вот очередной этап видимо меточка видим небольшие сравнительно не пласти вот я постараюсь возможно подробнее показать вот то есть приличная то яма то канала но в общем уже какая-то поверхность какую-то форму удалось задать сейчас надо что-то пробить что-то поднять и в принципе переходить вот и вот красота да среди бегущих первых и отстающих тут есть еще над чем потрудиться ботать поэтому особо тут снимать уже некогда 6 час вечера по сокращенной программе надо работать людям отдавать машинку поэтому особо снимать тут нечего уже кто хотел что-то понятут уже понял чего и как чего и как ну и вот вот так вот так надо снять чтобы видны были как бы дефекты все неровности вот все я показал ну тут я еще не касался вот видно надеюсь все все видно ну а где вот ничего не делал тут естественно ничего и не произошло в принципе вот видно и там и там все наши машинки я уже повторял не раз и тот кто занимается те все знают что немножко жеванные поэтому 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 дьявол стремиться надо но вы должны понимать что вы его никогда не достигнете делать надо хорошо плохо само получится но тем не менее как сказал кто-то великий сказал что стремиться надо но в разумных пределах маленький нюансик вот тут еще не доведено как бы но я опять же все будет делаться плавно опять же вот это вот вмятины большие и и надо немножко выравнивать вот а здесь плавные вмятинки и как мы видим даже вот он залом где вот а полоса была вот откуда и здесь заломила возможно она так и было но все это надо было делать потому что тут плоскости одной единой нету тут вот так вот все идет то яма то канала пляшет поэтому это надо будет перераспределять потихонечку металл но но опять же еще раз говорю это потом а сейчас надо выгнуть вот эту часть вот здесь уже я поковарил вот тут как бы все быстро и легко теперь снимаемся вот это то же самое греем правим здесь как бы более прочерчено вот прям такой рубчик как катка получилось но тем не менее делать то надо надо все будем потихонечку делать вот кратенько 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 ну вот присмотреться внимательно вот откуда начинается наше пропортое место острым крючочком по кинку проходим пробиваем опять греем проходим и постепенно не за раз а раза за три выходим выходим на это но опять же сколько надо сколько вы считаете нужным столько надо их и делать вот 1 2 3 может ни одного глянули оно само на место стало но вот у меня с трех раз вот это низкое место как бы подвышло подвышло неплохо вот мы видим резкость не хочет наводиться а дальше надо вот кусок ну вот мы видим вот этот шишкарь надо забить или до 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 шишки и после чуть поднять вот и надо забить здесь чуть ребрышка выступила вот так вот потихоньку помаленьку дела идут следующий этап работы теперь выглаживаем неровности ну это можно закрывать вот а вот здесь вот эти перепады потихоньку надо поднимаем вот я кстати вот это вмятия давно и не видел вот у меня это моя работа вот она но тем не менее она и тут и тут много где еще есть поэтому надо вот эту вот красоту постепенно что надо отнимать что надо опускать ну и как бы приводить опять же даже вот такие мелочи я считаю нужным чуть прогрел застучал чуть прогрел поднял помаду перераспределять металл ну особо страшного нет как бы это такси это белая машина на ней кажется вон куда не ткни ну вы видите да как бы особой красоты тут нету вот мы видим что машина боевая вот но тем не менее делать надо аккуратно вот поэтому это все будет делаться и выглаживаться продолжается эпопея с дверью вот здесь вот был залом здесь вот тоже такой как бы вмятина была не приятная ну вот возле кромок как бы есть загибы ну вот уже здесь вот поделось и здесь тоже хотя еще не совсем так как мне бы хотелось но тем не менее уже вот такого огромного активного излома он еще тут виден вот кусками вот еще пару раз надо приподнять чтобы тут более плоскость встала на место потому что вот залом шишечка вот залом шишечка залом вот это вот место было так как бы прогонали стянуто потихоньку помаленьку выходит ну и бы я тоже вот постучался опять же видно вот он шишмарь здесь надо вот это место надо поднимать вот место надо поднимать ну то есть как бы дальше лампу отставил и все все как говорится нюансы вот они видны и потихоньку поднимаем забиваем забиваем ну вот это почему вот это место потому что самое глубокое место вот здесь сейчас потянем здесь тоже чуть под натянется распределиться ну уже так как бы рукой от руки у меня все таки чувствительные я в малярке давно уже более-менее тут очищается нормалек но в лампе видно все вот и поэтому мы снимаем и дальше при максимальном увеличении так вот он у нас молдинг aros вот как то так ну вот она эта сеть был ну это максимальное разрешение А так вот Вот так вот все смотрится В принципе Чуть-чуть там блики есть Я же говорю, она жирная машина вся Если ее присмотреться, она вся такая Так что Хозяин приехал Берем волшебную тряпку в руки и натираем Я чуть полиролил после работы Вот Оказывается волшебная тряпка Убирает все вмятины Надо было немножко полиролем намазать И все И никаких вмятин На машине не будет Все будет Зергут Ну да Я так делал Не себе и так пойдет Я же по-другому не умею Я тебе скажу Вот как-то так В следующий раз поцарапаете Вы уже знаете куда обращаться Да? Ну понравилось? У меня слово деду, Саша, если честно А что, одни слюни Да? Одни слюни Понятно Ну вот как-то Я рад, когда люди рады, довольны Я всегда стараюсь делать Души Вот Вопрос тут, как говорится Не всегда в деньги является Вопрос упирается в то, что Хочется сделать хорошо Никогда не думал Я вот честно Прямо продавленные были Ну я могу сказать, что было Мне не надо показывать Я знаю, что было Ну так что Я рад, когда люди рады Спасибо Спасибо